Герои дня на радость вторым половинам встречали праздник у плиты. Чего на самом деле хотят мужчины, стало ясно с первых минут. Свежие томаты, сыр моцарелла и листья базилика. Двухчасовой путь к сердцу начался с салата капреза. Причем красный, белый и зеленый на тарелке не просто цвета ингредиентов. Они повторяют итальянский флаг. В вольном стиле закуска сапинин по плечу даже новичкам. Признаться честно, я не умею готовить, готовит жена. Но хотелось бы, чтобы сегодня все-таки Леонид сам приготовил что-нибудь. Поучился, скажем так, скоро 8 марта. Он мог бы сегодня научиться и 8 марта преподнести вот такой сюрприз, подарок. Однако настоящий ажиотаж вызвал второй пункт программы – мясо. Стейк Рамштайн одним только названием дал понять. Шутки кончились, за дело принимается сильный пол. Дамам пришлось покорно ждать очереди. И уже потом, когда охотники и добытчики отведут душу, самим приступать к гастрономическим экспериментам. Для начала кусок говядины нужно отбить через пленку. Во-первых, чтобы не испачкаться. А во-вторых, чтобы не повредить волокна мяса. В идеале должна получиться аккуратная шайба, хотя для первого раза прощается даже многоугольник странной формы. Однако шеф-повар признается, мужской или женский подход к мясу не больше, чем миф. Пристрастия различаются лишь степенью прожарки и остроты. Хотя именно мясо – самый короткий путь к сердцу, ЗАГСу и прочим пунктам обязательной программы. Не знаю, почему оно так вот на земле появилось. Наверное, мы хищники, поэтому и любим мясо. Правда, такой результат нужно еще и закрепить. Мясо мясом, но от сладкого охотников тоже не оторвать. Последний штрих – десерт тирамису. И тогда мужчине отступать будет некуда. И уже точно известно, что незачем. Александра Мыльникова, Георгий Крысанков, СТС, Челябинск.